Всем привет! Сегодня приготовим пирожное с воздушным белковым кремом, хрустящим печеньем и темным шоколадом. Все ингредиенты для пирожных очень простые. Итак, приступим! Яйца разделяем на белки и желтки. Желтки пойдут в песочное тесто, а белки в крем. Сливочное масло комнатной температуры слегка взбиваем и добавляем сахарную пудру. Затем взбиваем еще пару минут. Так как я хотела истратить все два желтка, песочного теста у меня получилось с запасом. На пирожные хватит и половину порции. Список всех ингредиентов с граммовкой будет в описании под видео. Добавляем по одному желтку и хорошо смешиваем. Затем просеиваем муку с разрыхлителем. Быстро смешиваем до образования мокрой крошки и собираем тесто руками в комок. Слишком долго вымешивать нельзя, иначе песочное тесто получится жестким. Далее раскатываем тесто между двух слоев пергамента в пласт толщиной около пол сантиметра. Если хотите, чтобы в пирожном получилось побольше крема и поменьше печенья, тогда раскатываем потоньше. Выпекаем тесто при температуре 160 градусов около 15 минут. Печенье стараемся не пересушивать, сверху оно должно быть слегка золотистого цвета. С помощью вырубки вырезаем печенье нужной формы. Основа для пирожных готова, теперь приступаем к глазури. У меня темный шоколад, но также можно использовать и молочный, но с ним будет более сладко. Шоколад топим в микроволновке короткими импульсами или на водяной бане. К шоколаду добавляем растительное масло без запаха и перемешиваем. Для пирожных понадобится любая силиконовая форма, у меня это полусферы диаметром 9 сантиметров. Выливаем в них небольшое количество шоколада и равномерно распределяем. Излишки шоколада можно слить обратно в чашу. Ставим в морозильную камеру буквально на пару минут и затем кисточкой делаем второй слой. Я промазывала только самые тонкие края. Снова ставим в морозилку и переходим к крему. Сотейник с водой и сахаром ставим на средний огонь. В чашу у меня белки. Когда сироп закипел, начинаем взбивать белки на скорости чуть выше средней. Доводим сироп до 118 градусов, затем тонкой струйкой вливаем к белкам. Взбиваем крем до средней плотности. Теперь наполняем ячейки, но оставляем немного места для печенья. Сверху пирожное запечатываем оставшимся шоколадом. Форму снова замораживаем на 30-40 минут, а затем достаем готовые пирожные. Неровные края у основания можно обработать теплым ножом. Чтобы на пирожных не образовывался конденсат, сразу ставим их размораживаться в холодильник. Пирожные получаются очень вкусные, обязательно попробуйте приготовить. Всем большое спасибо за просмотр и приятного аппетита! Субтитры подогнал «Симон».